Это главный вопрос. Что там за сценой? Понимаете, то, что на сцене, это понятно. Это очень много шутовства. Но вот что происходит за сценой? Почему эти шуты, которые убивают, грабят, ну то есть что-то невообразимое делают? Почему их вдруг всех прощают, разводят, все счастливы? Вот что происходит за сценой? Значит, я пытался несколько раз это рассказать, но вот у вас сейчас сделаю это. Сегодня на сцене тот самый день. Это из «Лаки Дэй», говорят в Америке. Да, не будете меня перебивать, все расскажу. Значит, то, что произошло, это ставка очень высокого уровня. Понимаете, фактически государственным переворотом угрожали не Америке, плевать Америке, не Украине. Там никто испугаться даже не успел. Государственным переворотом даже не гражданам угрожали, потому что они почему-то радовались. Гады такие. А государственным переворотом угрожали Путину. В окружении Путина есть только один человек, который способен делать такого уровня ставки. Только один. Это Игорь Сечин, Игорь Иванович Сечин. Человек, который своим решением снимал Михаила Касьянова с должности, при том, что при этом Путин фактически нарушал договоренности с Ельцином. Этот человек, который поссорил Путина со всеми предпринимателями. Ну, то есть выкрутил руки Ходорковскому и Игорь Сечин. Значит, существует, ну, это такая информация, непроверенная внутренняя, значит, что он когда-то был куратором Путина по университету, когда тот заведовал, там, был проректором по внешнеэкономической деятельности. Вот, а Игорь Сечин курировал это направление, вот, отправку студентов за границу, но это все делалось через КГБ, это ясно. И Игорь Сечин – очень непростой штимп, как говорят киевляне и одесситы. В определенных кругах, да. Да. Мы употребляем это слово здесь тоже. Ну, это не опасное слово, там, в русском. В нем больше хорошего, чем плохого. В криминальном жаргоне это фраер. Штатский, да. Да, да, штимп. Вот, он участник войны в Анголе. Сечин. Да, Игорь Сечин, Игорь Иванович Сечин. Он четыре года или больше, там, пять лет прошел эту войну. Герой. Как закалялась нефть. Да. Как вы думаете, какое у него звание воинское? Ну, догадайтесь. Старшина? Нет, лейтенант. Фактически он, ну, его называют серым кардиналом, фактически он, если не генералиссимус, то маршал. Он принимает решения, за которые, ну, любого другого посадили бы, отстранили бы, там, скажем, вот эта история с Черкесовым. Когда Черкесов вдруг обнаружил, что большая группа чекистов, генералов, генеральный прокурор, все вместе, значительную часть бюджета просто воруют, присваивают. И на импорте. Это очень большие деньги. Там изымали десятки миллиардов, то есть речь шла о сотнях миллиардов, украденных, у Путина. Вот. И в этом принимал участие, между прочим, косвенно Сечин. Там, через родственные связи. Как вы думаете, его наказали? Нет. Он пришел к Путину и сказал, что этот гад Черкесов, он же не просто так разоблачил эту группу. Он пытается стать преемником, он пытается конкурировать с вами, Владимир Владимирович. Он хочет быть следующим президентом. И Путин – это история, рассказанная самим Вороненковым. Когда Черкесов пришел к Путину на последний прием, последний раз. Впоследствии выяснилось. Да. И просил, неужели ты поверил этому штимпу? Ну, видимо, другие выражения были. И Путин ничего не ответил. Понимаете, этот человек с колоссальным влиянием. И он единственный, кто мог начать вот эту игру. Попытаться убедить Путина, что в этой стране, в России, все управляется чекистами. Все. Кроме вот сегодня войны в Украине. А это сотни миллиардов долларов. И он борется за эти сотни миллиардов долларов, как всегда. Как за свои. Да. Пронесли в иморта. Да, да. Они же откусывают свои проценты там. Это человек, который… Я столько не потерял, я столько нефти не могу продать. Да, Улюкаева посадил. Он хотел, значит, присоединить своей компанией Башнефть к Сибнефти. Это противоречит закону. И Улюкаев сказал, это противоречит закону министр экономического развития. Он сказал, противоречит закону. Ну-ка, иди сюда. Улюкаев пришел. У нее портфель с миллионами долларов. С двумя миллионами долларов. С колбаской, как он сказал. А я тебе портфель с колбаской. Вот. И посадили на 8 лет. Вы представляете себе суд, который сажает человека за то, что он получил портфель от Сечина и даже не раскрывал его. А когда раскрыли, там, следователи вызванные, оказалось 2 миллиона долларов. То есть сажать надо, ну, Сечина. Этот человек сделал очень крупную ставку. Он контролирует почти все, что делает Путин. Кроме вот сегодняшних военных действий, насколько я понимаю, будущих войн. То есть, кто они, эти люди, там, Шойгу, Герасимов, остальные, значит, какое они имеют право, наши деньги, ну, это так рассуждает он, тратить вообще бесконтрольно, не отстегивая нам, как полагается, 50%. Вот. И то, что сейчас происходит вот с Суровикиным, этот слух насчет того, что его там арестовывают за измену Родины, это та же самая технология. то есть нужны козлы отпущения. Нужен, там, я не знаю, Черкесов, Суровикин, те, кто прикроют задницу самому Сечину. И возникает дело, оказывается, все дело-то в том, что Суровикин предал, что он был в связи, в связях, там, с директором ЦРУ или с каким-то журналистом, который был в связи... Еще и японский шпион наверняка. Да. И, то есть я себе представляю, как это было сделано. Путин, в общем, вопросительно на него смотрит, а он говорит, Володя, представляешь, а он шпион, оказывается, Суровикин. При чем здесь Суровикин? А не при чем? Он шпион. То есть это, ну, в такая чистом виде технология Сечина, и это, конечно, по-крупному, это борьба за власть. И очень может быть, если Путин будет осторожным, у нас новый председатель будет Совета Безопасности. Это такой путь для потерявших доверие президента ближайшего окружения. Они становятся председателями Совета Безопасности или заместителями председателя, как там Березовский, которому там даже на председателя он не тянул. Вот. Так что за всей этой историей на самом деле стоит человек, который в состоянии делать вот такие крупные ставки, государственные перевороты, имитировать. Конечно, это в полной мере имитация, но имитация, которая произвела сильное... Растерянность, элемент неожиданности в глазах Путина был виден. Там второй чемодан для Кала поднесли уже. все в общем управляемо. Он не терял ощущение, мне кажется, ощущение управляемости ситуации. Ну, какие-то сомнения, естественно, возникали. Тем более, и у меня бы возникали сомнения, когда я глядел бы на Игоря Ивановича Сечина, который... Он в верное время вызывает сомнения, так что... Ну, это, видимо, очень сильный царедворец. На самом деле, что произошло? Потери от экспорта нефти в Европу произошли. Нам говорят, что это все было компенсировано экспортом в Китай и в Индию и в азиатские страны, и просто были перенаправлены потоки нефти, и Россия, как говорил Андрей Иларионов, в общем, получила даже больше денег от этих торговли, правда, большее количество нефти, да, и газа по более низкой цене, гораздо более низкой цене, чем в Европу. Ну, хороший же хозяйственник, он как думает, а почему я к этому не могу прибавить еще и Европу? А что будет потом? А что будет, когда Китай двинется на Тайвань, как многие верят? Мы же должны смотреть вперед. Ну, и потом эта война, почему на ней зарабатывают все, кроме, как она называется, Газпрома? Там чуть-чуть по-другому, понимаете? Расскажите нам. Денег накоплено очень много. Они рассованы во все щели. Ну, они должны работать, они не могут лежать. Деньги не любят. Они должны быть сохранены, там другая задача. Должны работать, понимаете, когда речь идет о 15 миллиардах долларов, они должны работать, чтобы приносить хотя бы для оплаты юристов 5 миллионов долларов. А когда речь идет о суммах в триллионы долларов, то тогда в общем особенно и не надо, чтобы они работали. Надо, чтобы они не пропали. Вот самая главная проблема. Я должен раскаяться, я до сих пор не сделал свою домашнюю работу. Я знаю, что в мирное время Россия хранила свой золотой запас в Соединенных Штатах. Веря в американскую систему правосудия, веря в американскую систему охраны и всякое такое, и национальную гвардию нашу, и нашу береговую охрану, авиацию, все эти многообразные вещи, которые сейчас частично поставляются в Украину для того, чтобы долбать российских захватчиков. Но где сейчас находится это золото, я даже не знаю, потому что Россия действительно не веря, как и многие страны, они не хранили золото на своей собственной территории. Они хранили свой золотой запас здесь, в Соединенных Штатах. Да, и в какой-то момент золото, финансовые ресурсы были в значительной степени перемещены в Европу. На этом было очень много потеряно, очень много потеряно. Вот, ну, кто считает, понимаете? Ну, нету этой проблемы, ну, все там ах или ох или бедный Пригожин, у него изъяли там слитки золота, 2 миллиарда долларов, эти порнографические журналы, он уголовник. Для него это несущественно, понимаете? Эти деньги приходят, уходят. Он, возможно, что-то разместил в кассе взаимопомощи этой уголовной. Очень может быть. Общак, так называемый. Общак, да, потому что ему позволили в свое время там обращаться к этим уголовникам, нанимать их. Довольно успешный проект, кстати говоря. он там тысяч пятьдесят нанял для работы в ЧВК Вагнера. Но говорить сейчас о том, что они потеряли в результате, финансово потеряли в результате там каких-то действий, но это смешно, это никого не интересуется. Запас несколько триллионов долларов. Часть этого запаса в рынке недвижимости США. Это необъятный рынок, несравнимый ни с там рынком капитала, ни с рынком компаний. Вот. Эти деньги надо просто там не надо, чтобы они сильно росли. Надо их защищать. Деньги тратятся, ресурсы какие-то тратятся просто на защиту этих денег. Не надо, чтобы они росли. Когда деньги как вода, конечно, важно, чтобы она всегда была. Не так важно, сколько ее течет, большая это река или маленькая. Но эта вода просто должна присутствовать, она будет подниматься или опускаться в соответствии с расположением светил. Финансовая река будет мелеть или наоборот углубляться в соответствии с позициями доллара. Позиции доллара напрямую связаны с безопасностью в мире. То есть, когда, скажем, унция золота будет стоить 3000 долларов, когда юань заместит доллар, это будет мир, в котором никто не захочет жить, никто не побежит в Китай. в Китай. если говорить о долларе, это немного другая ситуация. Мы сейчас говорим о триллионах размещенных в недвижимости. Понимаете, это не... Но их в каком измерении их оттуда извлекать, если им понадобятся? Это очень сложно, кстати говоря, ресурсы, размещенные в недвижимости, они слабо ликвидны. Там, изъять их быстро невозможно. У меня тут знакомый олигарх есть в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелии, который где-то... Надеюсь, что не венешельский? Нет, нет, российский. Где-то полтора миллиарда, но он бежал от Путина, он из 90-х годов предприниматель. Вот. Но у него постоянная проблема с этим, вот, связанная с неликвидностью инвестиций, размещений. Тоже он использует рынок недвижимости, он самый надежный, самый стабильный, и он позволяет, что очень удобно, он позволяет оперировать анонимно. Понимаете? Именно поэтому так он привлекателен для Путина и его окружения. Спасибо. Родина это та же самая технология. То есть нужны козлы отпущения. Нужен там, я не знаю, Черкесов, Суровикин, те, кто прикроет задницу самому Сечину. и возникает дело, оказывается, все дело-то в том, что Суровикин предал, что он был в связи с связи с директором ЦРУ или с каким-то журналистом, который был в связи с директором. Японский шпион наверняка. Да. И то есть я себе представляю, как это было сделано. Путин в общем вопросительно на него смотрит, а он говорит, Володя, представляешь, а он шпион оказывается Суровикин. При чем здесь Суровикин? А не при чем? Он шпион. То есть это в такая чистом виде технология Сечина и это, конечно, по-крупному это борьба за войс. Путин это история рассказанная самим Вороненковым. Когда Черкесов пришел к Путину на последний прием, последний рак впоследствии выяснился. Да. И просил, неужели ты поверил этому штримку? Ну, на другие выражения были. И Путин ничего не ответил. Понимаете, этот человек с колоссальным влиянием и он единственный, кто мог начать вот эту игру. Значит, что он может быть, что он , Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok